Ребята, всем доброго дня! Сегодня вас ждет видео по подготовке и грунтовке бетонных стен перед гипсовой штукатуркой. Давно хотел осветить эту тему и, наконец, на одном из наших новых объектов мне попалась достойная натура, где присутствуют не только бетонные стены в чистом виде, но и есть стыки с разнородными материалами, а именно газосиликатными блоками. Так что мы сегодня поговорим о грунтовке, о нанесении бетоноконтакта, а также о заделке этого вот стыка. Да ладно, с**кой ты чё? В сущности, в чем заключены сложности в подготовке бетонных стен? Бетонные монолитные стены имеют минимальное влагопоглощение, как вы видите, они такие гладкие на ощупь, то есть имеют зеркальную поверхность. Соответственно, мы понимаем, что им катастрофически не хватает адгезии применительно к штукатурке. Как адгезию увеличить? Есть один такой рабоче-крестьянский способ, то есть это насечки, очень трудоемко, очень сложно, поэтому, видимо, люди пришли к бетоноконтакту. Бетоноконтакт – это, получается, кварцевый праймер, то есть это песок, перемешанный с дисперсами вяжущими, который придаёт шерковатость нашим бетонным стенам и, соответственно, позволяет увеличить адгезию до максимума. Но перед тем, как бетоноконтакт наносить, а вы это сейчас увидите, стены надо обязательно прогрунтовать, грунтовка глубокого проникновения. Влагопоглощение маленькое, соответственно, конечно, укрепить основание нам не получится, хотя вот газосиликатным блоком грунтовка очень даже необходима. В этом случае грунтовка – это скорее обеспыливание перед самим бетоноконтактом. Ведь если будет какая-то пыльная прослойка, бетоноконтакт элементарно может начать отслаиваться от основания. Поэтому изначально грунтуем стену, как и всегда. А потом ты снова это делаешь. И снова, и снова, и снова. Грунтовать лучше большим валиком. Стены у нас достаточно высокие, поэтому задействуем также малярный шест. Накатываем валик снизу вверх, чтобы грунтовка у нас не стекала обильно на пол. Всё-таки экономия должна быть экономной. Бетонные стены, да, просто обеспыливаются, а газосиликатные напитываются грунтовкой, что позволяет нам укрепить основание стен, выровнять влагопоглощение. И это важно. Поэтому мы сейчас проходим все стены, доходим до бетона, его тоже грунтуем, и ждём, пока грунтовка высохнет. Обычно на это уходит час-два, зависит от влажности воздуха в помещении, от времени воздуха. В общем, спешить тут тоже не надо. После чего возвращаемся и уже говорим о бетонных контактах. Работу с бетонных контактах стоит начать с выбора. Я вам рекомендую проверенные марки, такие, например, как КНАУФ, это идеальный вариант, царезит, основит. То есть не надо брать варианты с бетонных контактах, которые не на слуху. Перед использованием обязательно его перемешайте. Как я говорил, это кварцевый песок или просто песок. Наполнители бывают разные на самом деле. Кварцы всё-таки это уже для декоративных штукатурок. В общем, перемешайте всё это хорошенько, механическим способом, с дисперсией. После этого можно наносить. Артём, например, делает это валиком, всё это летит в разные стороны. Потом надо мыться. Я предпочитаю всё-таки ручной способ, а именно нанесение макловейцей. Плюс я прям обязан вам напомнить, что бетонных контакт практически все производители рекомендуют наносить исключительно под гипсовые смеси. То есть под гипсовую штукатурку он подходит. Но вот под укладку плитки, где клей на цементной основе, не особо. Потому что цементный вяжь и бетонный контакт могут разорвать. То есть у, скажем так, цемента клеёв, например, адгезия выше, чем бетонконтакт. Она может просто оторвать его от поверхности. То есть в этот момент тоже очень. Относить несложно. То есть вот такими вот движениями слишком большой слой не надо давать. Обязательно промазывайте все рыцарики, такие крестовые дужины, как декоративную покраску. Спокойно всю стену. Да, это займет время. Завод такая моносонная. Сделать её не подпогибно. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вперёд, вперёд. Видите, у бетонконтакта есть, как бы, звучать здесь. То есть цветовой маркер, он словно лангусовой. Жидкость подчёркивает прокрашенные и непрекрашенные участки стены. После того, как стена полностью не висена, даём высыпанную к бетонконтакту и переходим к заделке стыков между бетоном и газом. В отличие от грунтовки, бетонконтакт сохнет намного дольше. Это день или два. Зная, что нам предстоит съёмки, мы подготовили и вторую стену, где бетонконтакт уже высвечили. Заделка стыков. Она необходима, сразу скажу, потому что это разнородные материалы. Бетон, газосиликатные блоки. У них разная плотность, разные расширения. Пусть она будет даже минимальна, какие-то расширения в любом случае есть. Значит, и есть небольшая вероятность возникновения трещин. Поэтому армировка, ещё раз подчеркну, необходима. Итак, делать я её буду при помощи фасадной сетки стандартной, метр шириной. Можно использовать и обычную штукатурную сетку. Всё-таки агрессивных щелощей при внутренней отделке нет. Но фасадная, как говорится, всегда прослужит дольше, если сравнить её с обычной. Вклеивать я сетку буду на штукатурку гипсовую, которая впоследствии будет наноситься на стены. Это важно. Сразу надо учитывать минимальный слой штукатурки. Там обычно 5 мм. Всё это написано на мешке смеси. Если вы хотите подстраховаться и нанести более тонким слоем, то можно использовать гипсовый монтажный клей. Не надо делать смесь слишком густой. Слое у нас всего примерно 5 мм. Наносим полметра на бетон, полметра на 20-сминградные блоки. Я буду наносить на удобной высоте, чтобы вам показать само нанесение. А так, конечно, всё идёт снизу. Наносим. Видите, всё довольно-таки жидко. Смесь обычная, если мы возьмём, наше поток, как это касается. И гипсовый монтажный клей желудочный от 40 до 60 минут. Вот мы в эти временные отрезки нам, конечно, всё вырубим. После того, как я нанёс смесь, желательно слой разномерно распределить. Удобнее всего это сделать сантатный перезонный для пышки. Направление зуба тут, по-соте дела, не важно. Просто как бы штопатурку наносим максимальным вырубами. Если будет чуть больше слоя, чуть меньше, в принципе, не принципиально. Идея совершенно не будет. Сетку мы отрезали за кадром. Теперь, получается, её надо завести и просто поверх нашей штукатурочки наклеить. Под рукой держим большой шпатель. Немножко у неё неудобно, потому что... Мне привычно не бежать от проблем, а решать их. Да просто! Из-за камеры пришёл слишком близко подставить. Вот всё это, как бы... Такие сложности. Вот так, как приложить, соответственно, с коротким шпателем, сетку, элементарную поверхность, массовую. Слишком не надо. Глубоко, как я говорю, слоу-сантиметра, всё-таки слой должен быть. Так, Леб, по идее, сверху вниз. Сейчас аккуратненько. На всё про всё ушло где-то 15 минут, да, рту. Штукатурка совершенно ещё жидкая. При необходимости, если есть проблешки, добавляете либо из ведра, либо с фасадом шпатера, а именно им широким подставом шпателем, я рекомендую. Если будут какие-то риски, наплывчики небольшие, это нормально. Главное не делать слишком тонкий слой, если работает с штука-копкой. И, по сути, делаю всё. По сути, делаю всё. Сделал некрасивый стык. На этом подготовка наших бетонных стен подходит к концу. По такой вот заделке швов, грунтовке, бетоноконтакту можно смело наносить именно гипсовую подчеркну, штукатурку. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем до новых встреч. Пока. Так, вроде. Глотун у меня что-то тоже. Тяжело говорить. Минералочки глотун. Сколько ты не снимался? Года три? Государство запрещает иметь суда. Что запрещает? Ведя, в этом случае, вы видите, там вы работаете. То есть, если тебя, я сегодня покажу в кадре, тебя посадят? Уволят. Уволят? Заходи. Давно пора. Давно пора. Такого солдата еще наша Родина не видала. Я еще партнер не получил. Плохо, давай. Еще раз. Чем-нибудь заделывается. Да, заделывается. А? Чем-нибудь заделывается. Штукатурку. Вашайки? Конечно. Я для Езошури, привет. Удивился паразит. Ладно, давай еще раз проговорю и все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...